Друзья, хочу вас познакомить с молодым каналом Ева Марина Лайв, авторы которого снимают видео дневник о своей жизни в теплом и светлом городе Одесса. Они делятся со своими зрителями семейными моментами, ценностями и бытом. Также ребята постепенно делают ремонт в своей квартире, о чем также рассказывают на своем канале. Подписывайтесь по ссылочке в описании и узнавайте эту милую семью поближе. Всем привет, ребята! Хочу с вами поздороваться, потому что у меня такое ощущение, что я сегодня просто не успею этого сделать или начну снимать влог вечером, если я просто не возьму в руки камеру. У меня день начался действительно очень активно, потому что мы снова с Лешей встали пораньше, отправились на пробежку. Кстати, вот сегодня, когда вот началась крепатура и после второй пробежки, мы уже начали понимать, где болят ноги сильнее, где слабые места. У Леши почему-то вот здесь болит, у меня болит именно вот здесь, прям вот эта часть. Вот я приседаю, мне аж прям очень больно, то есть, ну, какие-то слабые места начинают себя выдавать. Но хочу сказать, что сегодня было намного проще, я сегодня бежала уверенней и больше кругов сделала в парке. Вот мы добегаем до парка, несколько кругов и обратно. Пока немножечко небольшие дистанции и недолго по времени, чтобы себя не мучить. И сегодня голова уже болела меньше. Ну, может, и с каждым днем будет вот это вот все прогрессировать, пока не дойдешь до точки, когда тебе будет казаться, что прогресса нет. Но нужно будет это перебороть в себе. И знаете, мне действительно нравится ощущение после бега, после душа, после завтрака. Ты такой вот на подъеме. Я надеюсь, что мне хватит надолго, потому что сейчас пока все активненько, позитивненько настроилась я серьезно. Почему я тут не успевала взять камеру? Потому что прибежала, мы давай поднимать душ, завтракать. Я убирала после завтрака, Леша стукнулся головой, а шкаф в шкаф стукнул, вот эту штуку, плафон стукнул, лампочку, лампочка посыпалась на пол, свет перестал работать. Короче, Леша будет покупать лампочку. Я убираю сейчас в квартире без света. Параллельно готовлю еду, вот хочу сделать пюре и томлю утку. Для меня это всегда стресс, потому что мне не нравится запах сырой утки. Запах, который появляется в процессе ее приготовления, вот прям хоть убейте, вот мне нравится. Хотя само мясо утины я очень люблю, особенно когда оно очень мягкое. И меня очень раздражает этот жир. То есть, когда его убираешь, у меня прям аж плохо становится. Я представляю, что у нас тоже такое есть. Вот, поэтому это стимул есть меньше, наверное, чтобы не было этого ужаса. Прям очень жирная утка. Мне казалось, что я отрезала этого жира на полкилограмма, простите за подробности. И еще и параллельно хожу, убираю и не могу все нормально делать, что-то не могу собраться с мыслями. Еще Леша позвонил, сказал, что сегодня мы идем все в гараж вечером. Это прекрасная новость, потому что сегодня день матери, и таким образом, я думаю, мы отметим. Сделаю еще попозже галеты, гараж для всей семьи. Сделаю их две. С нас, по-моему, еще салат с Лешей. Тоже будем делать уже попозже. Гружу видео на канал. Благо, я додумалась вчера его смонтировать. Смонтировала на ночь глядя, но я себе облегчила работу, потому что это час времени занимает. И на час у меня еще занятия. Я же танцую, участвую в марафоне, который мой тренер проводит в отдельном аккаунте. Это очень интересно. Я, когда он закончится, напишу свой отзыв. Мы там учим танец, и я его, наверное, и выставлю в ленту, в инстаграм. Потихоньку собираемся все на ужин. Я приготовила две галеты яблочные, как и планировала. Они чуть меньше получились, но стоят две. Леша сделал большой овощной салат и поднес его уже в гараж. Они там сейчас рыбу жарят. Мы сейчас с мамой встретимся, сходим в магазин, какое-то что-то купим. Какой-то соус, что ли, к рыбе лаваш. А Карина подойдет попозже с родиной. Кто у нас в гараже? Ничего. А что тебе там нужно? Пару соусов, лимон и хлеб. Белый бездрожжевой хлеб. Вот как. Мы с мамой купили вот такой чесночный соус. А вот и салат, Леша. Ты его уже перемешал, да? И заправил? Я. Соль в коробочке. Соль в коробочке. Коробочке, коробочке. Ангельская пыль. Пожалуйста, угощайте. Спасибо, не надо. Тогда рыбу лучше покажу. Да не надо показать рыбу. Я не показываю рыбу. А что тебе не так? С этой стороны. С той стороны. А что у вас действительно? Ну, полезно. Супер. Ее жизнь потрепала. А что за рыба? Это каждому по рыбе? Нет. Чего себе. Это нам, Леша и Жене. А ты мне обещал самую большую рыбу, между прочим. Ты мне обещал самую большую. Вот, как она дошла. Отлично. Все такое? Танцы? Да. Он бабушку катает. Ты бабушку катаешь? Да. Ничего себе. Пока. Ну, все, пока. Окей. Пока. Пока. Когда Роди что-то не нравится, это... Пока. Ну, нормально. Это они сегодня полдня уже там... Кто? Не знаю, кто там. Что там, танцы? Да, вроде он мне сказал пока. Ему там весело с бабушкой. Бабушка. А, пап, тебе написали, что ты свою маму бабушкой назвал? Бабуля называю ее. Ласково и добро. Папа может на жену сказать маму пару раз. Да, ласково и добро. А мне пока не говорится. У людей, у людей просто паника случилась. Чья же бабушка, к кому же мы приехали? Я как отчаянная домохозяйка. Я просто смотрите, смотрю этот сериал, Слёш, и они постоянно к друг другу ходят под предлогом, там, пронесла пирог, взяла стакан сахара и прочее. Я с тобой пирогой. Короче, папа мне дал выпить чуть-чуть, не макс. Я расслабил. А то какая-то напряженная. На самом деле, у меня просто сильно какая-то усталость навалилась сегодня. Это либо из-за повода, либо из-за того, что я рано встала и плохо спала. Да-да-да-да. Ясик. Чивауа. Ту-та-ту-ту-ту. Чивауа. Ой-ой. Супер, должно получиться. А где, кореша, Женя? Ну, же, мы с Женей раскладываем рыбу вообще. Вот и вам. Не, хватит, папу, мне надо. Ну, разорвешь пивоньки. Вот. О, вроде со своим. Что, холодно? Ну, куда надо, ну, кем-то около меня. Ну, все, ребята. Тебе удобно? Ну, что? Давайте выпьем за день матери, да, Сиденья? Чтобы все матери наши как-то были здоровы, счастливы. И терпения, чтобы им хватало. Ну, терпения. Они будут просто счастливы и здоровы. И здоровы. Да. А терпение-то уже такое, да? Жимим терпением. Чтобы они просто были счастливы. Да, они думали о терпении вообще. Да, зачем терпение? Здоровье и радости. И счастья, и любви. И терпение. Что ж такое? Нельзя было добавить это слово мне сегодня. Терпение, мне кажется, маме очень как раз надо. Ну, любой маме. Ты попробуй сядь. Нет, ну я твои педали опущу еще ниже. Вот сядь зад. Ты вот эти дуги поставил, он очень будет неудобно залазить. Сядь сзади, сядь сзади. Просто садись. Садись хорошо. Ты понимаешь, я сижу в спортивных штанах. А когда я буду в кипировке, я не залезу. Вот эти дуги могут давить вновь, когда едешь больше тысячи километров. Ну, а смотри, а если твоя нога опустится вот вперед, что-то вот так нормально? Не знаю. Нет. Нога должна быть, я ногой держу упор. А, понимаешь, я ногами упираюсь. А я бывает вот, вот, я, ну вот, они не давят. Ну, смотри, если они тебе давят, я их сниму. Понимаешь? Так это я вот с голой ногой, без бот. Так подожди, еще не маю этих ножек, я когда занижу ноги, ты потом сядешь. Знаешь, почему я тебе говорю, что Юрочка, боишься? На хера ты их поставишь? Ну, они защищают мотоцикл от падения, кофры, все на свете. От какого падения? Падение слова из ключей из своего лица икона. Ну, упустил мотоцикл, а что-нибудь еще. Я нашла, хрена ты его. Семейка придурков. Это кто, мы? А, ну, включи. Нет, это не мы. Мы. Ради Вася! Вот это. Ради Вася и не до бабуси. Так ты сидишь не так, ты сидишь ближе ко мне гораздо. Ну, дай я заеду, пригоди. А, ну, давай, как мы едем с тобой. Нет, ну вот и, а, тут же у меня кофры. Там кофры, ближе ко мне сядь. Вот. Ну, ты еще ближе ко мне сядь. Я не попробовалась. Ну. Ну, что, что, после того, как мы здесь сегодня... Ну, тихо, ты хотел послушать? Да. Я не могу изменить свои представления. Я разбил со своей женой, чтобы встречаться с ее дочерью. Что у нас зашел в контейнер? Кучай, музыка, я не знаю. Кучай, музыка, я не знаю. Какую музыку? Она, как, вроде, гуляется. Родя! На мотоцикле. Родя! Родион! Родя! Там холодно, короче, загоняй ее. Загоняй Женьку с ним. Ну, ну, тепло, надеда. Куда едете? В Австрию. До сих пор вспоминаю Австрию. Это надо... Это надо медленно... Это так медленно надо пропустить его. А ты кто? А ты кто? Карина! О, там еще теплки. Карин, возьми машину. Басик, ты не проживаешься, ты как деревянный. А как это? А ну, красиво танцуй. Только вон, ты что, ты побоишься, слышишь? Да он не упадет. Папа, ты что ты кривляешься? Ужасно. Рубское радио Украина. Очнитесь, вы не в Австрии. Иди торт кушать, зайчик. Дианочка спекла, глянь, пирог. Как у Кати, у принцесски. Здорово. Будем сладкое кушать? Ты помнишь, Катя кушала? Торт. Катька кушала пирог. Будем торт кушать. Диашка, какие вкусные. Да? Диашка, какие... Это сок? Ты, 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 ты. Торт. 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 Все, что вы знаете? Скажи, булка-чай. Булка-чай. Торт. Рот. Торт. Что мы скоро ставим здесь? Пусть живет. Пусть живет. Пусть живет. Ребят, а ваша миска? Торт. Заберем, заберем. Мы заберем, заберем. Да что там есть? Заберешь соль? Нет, не соль. Мы заберем домой. Это целая банка соль. Давай торт. Будем торт. Пусть живет. Вот торт. Ты куда? Это выйдет торт. Родичка, не уходи, зайка. Машину хочет, машина. Вот так мы, в общем-то, отметили День Матери. Да, я еще раз поздравляю всех с этим праздником. Всех мам, будущих мам. Это большой труд, я считаю. И про терпение, я думаю, я все верно сказала. Господи, как хочется сделать уже маникюр. Я прям не могу. А, кстати, с сегодняшнего дня у нас послабление карантина. У нас открываются летние террасы в кафе. В парках можно гулять. И вот салон мой, в который я ходила, тоже открывается. Может быть, в скором времени пойду уже делать себе маникюр, педикюр. Почему бы и нет? Все, всем до новых встреч и пока!